Мальдивский архипелаг состоит из 1190 островов, которые объединены в 26 атоллов. Иметь представление об атоллах нужно потому, что они являются туристическими регионами на Мальдивах. Это такие необычные курорты, на которых расположены отели. С природной точки зрения атоллы – это образование из коралловых островов, имеющие вид сплошного или разрывного кольца, окружающего лагуну. Вот небольшая гифка демонстрирует, как образуется атолл. Атоллы разделены проливами, которые соединяют океан с лагуной. Если проливов нет, то суша образует сплошное кольцо. В этом случае вода в лагуне может быть менее соленой, чем в океане. Атоллы могут иметь разнообразные конфигурации и размеры. Высота атолла и островов в них обычно не превышает 3-4 метра над уровнем океана. Из 1190 островов около 200 обитаемы и около 90 островов уже превратились в отели. Главный атолл Мальдивских островов – Мали или Каафу – включает в себя столицу республики – город Мали. Вообще островное государство имеет свои особенности. Так, здесь есть остров, где хранятся запасы топлива, есть остров-тюрьма, мусорный остров, остров-птицефабрика, остров-завод по производству кока-колы и тому подобное. Атолл Мали делят на Северный Мали и Южный Мали. Северный Мали Атолл имеет протяженность 69 км в длину и 39 км в ширину. Злоупотреблять цифрами относительно количества обитаемых и необитаемых островов количество отелей в атолле я не буду, но несколько раз примеры приведу для более полной картины. Итак, Северный Мали Атолл состоит из 50 островов и нескольких маленьких островков. В Атолле всего 8 обитаемых островов, включая столицу Мали и аэропорт. Около 40 условно необитаемых. На 27 из них построены отели, почти все они есть в наших предложениях. А большинство из 15 оставшихся островов сданы в аренду частным лицам. Атолл Южный Мали 36 км в длину и 19 км в ширину. Здесь 30 островов, из них 3 острова населены людьми и около 17 островов в отеле. Мы предлагаем 14. Как я уже показала, Международный аэропорт Мали расположен в центре архипелага в южной части атолла Северной Мали и рядом с атоллом Южной Мали. Именно эти два атолла я классифицирую как ближние атоллы. В отеле, расположенный в Северном и Южном Мали, предоставляются трансферы на скоростном катере. Все остальные атоллы я отношу к категории дальние атоллы. Туда добираются на гидросамолетах или самолетах внутренних авиалиний. Двинусь на юг и первый дальний атолл, один из самых больших на Мальдивах, атолл Ари. Протяженность атолла 96 км в длину и 33 км в ширину. 28 островов Атолла являются курортными зонами, все в наших предложениях. И еще 18 островов заселены коренным населением. Ожидается, что ни один курорт больше не будет построен на островах Атолла. На северо-востоке к Ари примыкает мини-атольчик Разду. Диаметр этого почти круглого атолла около 9 км. Здесь два ателя. Как и Мали, атолл Ари принято делить на Северный Ари и Южный Ари. У атолла Вааву есть еще одно название – Фелиду. Есть атели, но их нет в наших предложениях. Здесь 19 островов, из них 5 обитаемы. У Фаафу также есть другое название – Северный Неланду Атолл. Длина атолла 32 км, ширина 24 км. 15 обжитых островов, 16 необитаемых островов. Буквально до недавнего времени в этом атолле для туристов был обустроен только один остров. Я его, кстати, посещала. Это настоящий остров джунглей – Филитео или Филитхео, как больше нравится. Сейчас в наших предложениях уже два отеля. Соседний с Фаафу атолл Даалу имеет второе название Южный Неланду и размеры 40 км на 22 км. На атолле предлагаем 5 отелей. Атолл Миему или Миему расположен в 130 км южнее Мали. Его размеры 47 км на 13 или 30 км. По форме он напоминает Тарфу. Здесь 35 островов, из них 9 обитаемы. Мы предлагаем один отель. Колхумадулу – это новый курортный атолл, потому что здесь появился совсем недавно первый отель. Размер атолла 54 км на 46 км. Лааму – тоже новый курортный район, где первый, пока единственный, отель появился в 2014 году. Размер атолла 43 км на 33 км. Здесь 82 острова, 12 из них обитаемы. Довольно большой атолл Гаафу Алифу. 83 км длина и ширина в разных местах 20 или 64 км. Он относительно новый курорт, но отелей здесь уже столько же, сколько на пяти предыдущих атоллах вместе взятых – Фаафу, Даалу, Миему, Колхумадулу и Лааму. Наконец, самый южный и один из самых маленьких туристических регионов – атолл Адду или Сиену – находится в 540 км от столицы Мали аэропорта Хулуле. И главная его фишка – он находится южнее экватора, то есть в южном полушарии. Адду неправильной формы, но условно размер атолла 15 км на 15 км. Здесь стоит упомянуть о наличии еще одного международного аэропорта на Мальдивах на острове Ган. Можно использовать эту возможность для комбинированного тура Мальдивы плюс Шри-Ланка, потому что самолеты сюда летают только из Коломбо. Время в пути – 1 час 50 минут. И теперь двинусь на север от Мали. Атолл Баа – 42 км в длину, 32 км в ширину. Здесь более 50 островов. В наших предложениях около 10 отелей. Раа расположен к северу от Баа и включает более 90 коралловых островков, 16 обитаемых, 65 км в длину, 28 км в ширину. До недавнего времени на Раа был только один отель, но уже сейчас работает несколько новых отелей. В наших предложениях 5. 37 км в ширину и 35 км в длину имеет атолл Лавияни, который расположен в 120 км к северу от Северного Мали атолла. Здесь 63 острова. Предлагаем 8 отелей. Нуну – самый длинный атолл, 163 км длиной и 38 км в ширину. До всех отелей на этом атолле можно добраться на гидросамолете, но я делю его на два туристических района из-за внутренних перелетов, которые являются альтернативным трансфером гидросамолетом. Про трансферы смотрите отдельный видеотопик. Чтобы добраться до южной части Нуну, используется новый аэропорт на соседнем атолле Раа, а в северной части Нуну есть другой аэропорт, а в аэропортах также есть отдельный видеотопик. Северную часть объединяю в туристический район с соседним атоллом Хаа-Алифу. Итак, курортный район Нуну – это южная часть атолла Нуну. Здесь у нас 6 отелей. И, наконец, самый северный курортный район под общим названием Хаа-Алифу объединяет атолл Хаа-Алифу, давший название этому туристическому району, и северную часть Нуну. Хаа-Алифу имеет 36 км в длину и 19 км в ширину. Здесь у нас 3 отеля в предложениях. В северной части Нуну на острове Ханимааду расположен еще один мальдивский международный аэропорт. Его можно использовать в комбинированных турах Мальдивы-Индия, а точнее с посещением штата Керала. Всего 1 час 15 минут и вы в столице штата, городе Тривандрам. Так как я атоллы называю курортами, то, естественно, встает вопрос, а что в них с инфраструктурой? Ведь главная особенность мальдивских отелей заключается в том, что это отели-острова. За пределы острова можно только куда-нибудь уплыть или улететь. Так вот, частью инфраструктуры атоллов, как туристических курортов, являются обитаемые острова, где живут местные жители и куда туриста возят на экскурсию. Такие туры называются айленд-хоппинг. Туристы выбираются за пределы своего острова-отеля и посещают один или несколько обитаемых островов, знакомятся с жизнью местных жителей. Спасибо за просмотр! Смотрите другие видеотопики о Мальдивах и не только о Мальдивах и подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и на канал в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok